119 лет назад президент США Теодор Теодорович Розель такой «ХОБА!» И в своем ежегодном послании к Конгрессу провозгласил расширенное толкование доктрины Монро. Это было 6 декабря 1904 года. Прикрываясь заботы, стабильности и процветания государств западного полушария, американский лидер заявил, что Соединительные Штаты обладают правом вторгаться на их территорию с целью прекращения нарушений законности. Это стало очередным этапом на пути превращения Вашингтона в мирового полисмена, который применяет силу тогда, когда этого требуют его экономические интересы. Историки отмечают, что внешняя политика Белого дома по отношению к суверенным латиноамериканским государствам в тот период времени практически не отличалась от той, что проводили европейские державы в своих колониях. Расширение стали называть поправкой Рузвельта, а также политикой большой дубинки, которая, если вы что-то противопоставите США, кажется... А, впрочем, при вы, как вы и сами видели, согласно ей, признавалась законным и оправданным вмешательство США в внутренние дела стран Латинской Америки, если они не будут способны самостоятельно справиться со своими проблемками, или же будут предпринимать действия, которые могут привести к вовлечению европейских государств в политические процессы на американском континенте. Но, погодите-ка, для понимания поправок Рузвельта нужно понимать, а что, в принципе, из себя представляет доктрина этого самого Монро? Во-первых, доктрина Монро не была официально оформленным документом и не базировалась на каком-либо межгосударственном договоре. Вообще. Во-вторых, написал ее не Монро. Ну, в смысле, и он тоже, но не только он. Концепция была результатом работы и дискуссии множества человеков. Большая часть внешнеполитических принципов, озвученных Джеймсом Спенсовичем Монро, в конце 1823 года были и ранее сформулированы государственным секретарем и будущим шестым президентом США, Джоном Куинси Джоновичем Адамсом. Сам Джеймс долго колебался перед тем, как озвучить свою доктрину, и, в конце концов, поддержал идеи Джона. Про возглашение доктрины было связано как с процессами, происходящими на тот момент на международной арене, так и со внутренними изменениями, американским национализмом и американским экспансионизмом, развитием торговли и капиталистических отношений. США стремились не только укрепить свою независимость, но и начать собственную колониальную политику в отношении Южной Америки. Раз за разом американские политики выдвигали концепции, оправдывавшие дальнейшую экспансию. Теорию естественных границ, например, согласно которой США должны были занять весь североамериканский континент. Доктрину политического тяготения, ну это те же яйца, только в профиль. Концепцию американской системы, еще вот по которой все полушарие вообще образует отдельно от прочего мира систему. И центром которой являются, естественно, США. Все эти теории были порождены не только растущим аппетитом американского капитализма, но и традиционалистским мировоззрением переселенца Пуританина, проделывавшего тяжелый путь через океан в поисках лучшей доли, боровшегося с суровой природой и индейскими племенами, и свято верившего, очень верившего в то, что одни люди рождены для вечного проклятия, а другие избраны Богом. Протестантизм это, если что, про то, что если у тебя есть деньги, значит протестантский Бог тебя любит, а если нет, значит нет. Хм, какая интересная религия. Доктрина Монро была не только результатом эволюции этих взглядов, но и конкретных событий, случившихся в 1822-23 годах. Это вот значится, вот что было. В начале 90 века испанская колониальная империя трещала по швам. Посмотрите мою долгохистер, там я два часа про это все говорю, про взлеты, про падения и про вообще все. Сейчас коротко. Мадриду, короче, в конце подчинялась только Куба, Боливия, ну и вот эта вот штука, забываю все время ее название, Пуэрто-Рико. Это все в Америке было. Однако, Испания не оставляла попыток удержать эти колонии, охваченные пламенем национально-свободительных движений. Сил на реальное вторжение у Испании вообще не было абсолютно. Тогда представители стран-участников Священного Союза встретились в Вероне. На этой встрече обсуждалась возможность введения вооруженных сил Священного Союза в Латинскую Америку для подавления сопротивления взбунтовавшихся колоний. Ну это там Симон Бальевр ходит, ну и прочие там ребята эти. Однако, в оценках параду суверенитета в бывших латиноамериканских колониях европейские государства разошлись во мнении. Австрия, Пруссия и Россия выступали за восстановление суверенитета Испании над бывшими владениями в Латинской Америке. Однако это вообще не устраивало Великобританию, которая вела монопольную фактически торговлю на латиноамериканских рынках и опасалась конкуренции. Ну там монополия неполная, конечно, была, ну где-то 90 на 10%. Ну фактически это монополия. В итоге решение относительно бывших колоний в ходе Веромского конгресса так и не было принято. Но британцы хотели объединиться с американцами, чтобы кое-что намутить в Латинской Америке. Вот. В США прибыл английский министр иностранных дел Джордж Джонович Кяннинг. Фамилия прикольная, консерватор буквально. Он предложил Вашингтону совместно с Лондоном выступить против Священного Союза в случае его вторжения. Это предложение было поддержано многими видными американскими политиками того времени. А против же сближения с Англией выступил Джон Джонович, точку зрения которого в итоге поддержал и Джеймс Спенсич. И Англия, хотя и потеряла политический контроль над США, продолжала влиять на молодое государство экономически. Примерно половина внешнеторгового оборота США была связана с Великобританией, если что. Поэтому обозначить свое окончательное отделение от бывшей митрополии было довольно-таки смелым шагом, согласитесь. А с другой стороны ухудшились и русско-американские отношения. Император Александр I издал указ, запрещавший иностранным кораблям подходить к берегам русской Аляски ближе, чем на 100 миль. Обширные территории на северо-западе континента объявлялись подконтрольными русско-американской кампании. Летом 1823 года Джон, ну, Ванек, короче, по-русски, ответил на этот указ протестом, заявив русскому посланнику, барону Федору Васильевичу, ну или Дидерику Якобу, Тельюван Сираскеркину, что американские континенты не могут быть объектами никакого нового колониального присутствия. Дидерику я сказал, Дидерик там, ну, короче, неважно, Федор Васильевич, вот, пусть так. Суть доктрины Монро была озвучена 2 декабря 1923 года, когда президент выступил со своим традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Обычно такие обращения содержали только оценку внутриполитического развития, ну и дальнейшие внутриполитические стратегии. На этот раз все было веселее. В речи Джеймс, ну или по-русски Яков, особое внимание уделял нескольким внешнеполитическим проблемам. Решать их Яков Спенсейч предлагал с опорой на следующие принципы. США отказываются вмешиваться в отношения между европейскими державами. США отказываются вмешиваться в дела уже существующих колоний в западном полушарии. Дальнейшая колонизация на западном полушарии запрещена. Принцип не колониализма, сформулированный Иваном Ивановичем. Государства, уже добившиеся независимости, в первую очередь бывшие испанские колонии, имеют все права самостоятельных государств. Попытки европейских держав установить свою власть над каким-либо государством в западном полушарии будут расцениваться как агрессивные действия в отношении США. Фактически это все. Но еще одним принципом, не заявленным Яковом Спенса, еще официально, но используемым позднее во внешней политике США, стал принцип неперехода. Ну, то есть, есть недопущение, как бы, перехода уже существующих колоний в третьи руки. Этот принцип не был озвучен в декабре 23-го года, хотя обсуждался во время встречи Якова с Федором. Эту концепцию нельзя рассматривать как сугубо военно-политическую доктрину. Ну, в общем, Вашингтон не должен был вмешиваться в дела Европы, а Лондон, Париж, Берлин и Санкт-Петербург в дела Латинской Америки. Соединенные Штаты, прикрываясь защитой свободы выбора латиноамериканских народов, стремились сами вершить судьбы западного полушария. Меморандум Монро означал разрушение монополий европейских стран на торговлю и ликвидацию барьеров для американской торговли и мореплавания. Именно поэтому, помимо параграфов, формулирующих детрину Монро, в послании президента также прозвучали призывы к протекционизму. А протекционизм — это, если что, политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка, с одной стороны, и активное поощрение выхода национальных компаний на внешние рынки, с другой стороны. И, кстати, так на самом деле происходит до сих пор. А вы думаете, почему плохо живет вся Латинская Америка, Венесуэла, там, допустим, Колумбия? Это только лишь потому, что это нужно Штатам. Чтобы где-то было хорошо, где-то должно стать плохо. Так работает капитализм и имперская его составляющая. В Венесуэле, например, самые крупные запасы нефти в мире. Больше, чем в Саудовской Аравии на миллиард баррель вроде как. И посмотрите на Венесуэлу. Это самое богатое государство в мире? По факту, вот это ныне США, а вот это их колонии. И это тоже США, но фиктивно отдельное государство, полностью зависимое от Штатов. Последовала длительная экспансия, в общем, как вы можете заметить, которой Европа не могла противостоять никаким образом. В 1901 году от ранения, полученного во время покушения, скончался президент США Уильям Уильямович МакКанли. Страну возглавил вице-президент Теодор Теодорович Рузвельт. Дальше буду Фёдором её называть, ибо Теодор — это Фёдор по-русски. По словам историков, при Фёдоре Фёдоровиче Соединительные Штаты продолжили курс на превращение в империалистическую державу, влияние которой распространялось далеко за её границей. И вот мы через вот такой вот крюк возвращаемся в начало ролика. 6 декабря 1904 года Фёдор в своём обращении к Конгрессу дал новое толкование доктрине Монро. Он заявил, что Соединительные Штаты якобы хотят видеть соседние страны стабильными, упорядоченными и процветающими. И для достижения этого могут применять против них силу. Будем добро причинять и ласкам подвергать. Речь, короче, в обращении Федька шла о том, что латиноамериканские государства могут пользоваться своей независимостью. Однако! Только если распоряжаются ею правильно! С точки зрения Вашингтона! Ммм, охренительно, не правда ли? А если они что-то делают не так, то тогда появляется повод для вмешательства со стороны большой цивилизованной державы с цивилизаторской миссией ради цивилизации и денег. В западном полушарии следование Соединёнными Штатами доктрине Монро может вынудить их, возможно, и против своей воли, в опиющих случаях нарушений законности или проявления бессилия к выполнению обязанностей международной полицейской державы, заявил Федька в своём обращении к Конгрессу. Тогда он фактически в открытую дал понять, что Соединительные Штаты отныне могут свободно вторгаться на территорию других государств, и мнений и права других держав их вообще не колышат. А если что-то доеда, то Дубинка вступит в ключевую фазу. И одновременно нужно понимать, что никакого резкого поворота в политике США после заявления Рузвельта не случилось вообще. Она никак не изменилась. В тех словах, что говорил Фёдор, было закономерное развитие этого курса, которого Соединительные Штаты придерживались и ранее. В середине 19 века Вашингтон аннексировал почти половину территории Мексики. Затем занял острова у восточного побережья Америки, ранее находившиеся под контролем Испании. В 1902-1903 годах США вмешались в кризис, возникший из-за того, что власти Венесуэлы брали принудительные займы у европейских коммерсантов. Заявление Фёдора Фёдоровича не превратило США в одночасье в мировую державу, но стало серьёзным шагом в этом направлении. Пика своего влияния Соединительные Штаты достигли уже после Второй мировой войны. Но тезисы 1904 года и последовавшие за ними события это важный этап в превращении США в международного полисмена. Кстати, позиция Федька по латиноамериканским вопросам получила неофициальное название «Политика большой дубинки». На экране у вас она виднелась в начале ролика, когда вы на превьюшку тыкали. В честь любимой поговорки американского президента. Она звучит так. «Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдёшь». Ну, по легенде, Рузвельт очень часто её произносил. Изложенных в ней принципов он и придерживался, кстати говоря, в политике США на территории Латинской Америки. И не только. Инициатива Фёдора не была официально оформлена в закон США, ибо такого закона не было. Как бы, ну, я сказал ранее, доктрина Монро в закон не была вписана. Однако, власти страны фактически взяли эту реконструкцию доктрины Монро на вооружение при решении международных вопросов. А армия превратилась в один из ключевых инструментов внешнеполитического ведомства. Ну, а дальнейшие события вы уже, наверное, знаете. В начале 20 века Соединительные Штаты, не Соединённый Соединитель, да и вообще правильно, не Штаты, а Соединённые Государства Америки, потому что Штат, ну что Штат? Штат — это государство, переводя на русский, если что. И фактически США — это Федерация Объединённых Государств. Вот. Короче, Соединённые Государства предприняли несколько интервенций на Кубу, переводя её, ну, короче, время от времени под своё управление. В девятом году в Никарагуа произошёл проамериканский переворот. Ещё через три года страна была полностью оккупирована американскими войсками. В десятых-девятнадцатых годах разгорелся пограничный конфликт между США и Мексикой, вылившийся в оккупацию Веракруса. Это штат такой. И город столицы его немалый. Кроме того, американцы оккупировали Гаити, а ещё Доминиканскую республику. Как вы можете заметить, сейчас эти территории являются, ну, частью Мексики и независимыми государствами. Но! Хех, здесь скроется ответ, почему там, ну, плоха жизнь. Ну, не назвать её хорошей. Гаити — одно из самых беднейших государств мира. Если что, Доминикана там где-то рядом всегда крутилась, но чуть повыше. А про Мексику вы и сами всё знаете прекрасно. Картели там, всякие банды, ну, вот, там, это, стену вроде кое-кто строил из бывших президентов США там на границе, чтобы не лезли мигранты. Да, помним, помним. Прикрываясь гуманитарной риторикой, власти Соединительных Штатов использовали армию для продвижения своих экономических интересов и установления под контроль их Вашингтону режима. Политика Соединительных Штатов в Латинской Америке имела вот, ну, мало общего с принципами международного права. Хотя, вот, давайте-ка посмотрим серьёзно. На эти самые нормы права хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь, хоть одна мировая держава обращала, внимание, как мне кажется, их игнорировали все и продолжают игнорировать все. И смысл тогда в их существовании? Тот же вопрос можно задать и про ООН, и про приёпредшественницу, лигу наций. Они вообще бесполезны. Абсолютно. Это фикция, которая ничего за собой не несёт. Или, если и несёт, то только политику от Штатов. И не более. В условиях отсутствия работоспособных международных институтов, международное право, мало кого интересует. В американской внешней политике царило и дальше царит во всю правило сильного. Прям цветёт и пахнет. Этот туалетный аромат мы уже довольно долго ощущаем. Как доктрина Якова Монро, так и её расширенное толкование Фёдором Рузвельтом стали сигналами мира о том, что США считают, как минимум, латиноамериканские страны своей вотчиной. А как максимум, всё. Они, да, считались суверенными. Но то, как вели себя на их территории Штаты, мало отличалось от колониальной политики европейских держав в Азии, там, в Африке. Ну, это очевидно. Вот ещё на добивку. В начале 20 века США вмешалось в дело Колумбии и поспособствовало возникновению отколовшейся от Колумбии этой самой Панамской республики, дабы загробастать себе территории Панамского канала. Важность Панамского канала, мне, как кажется, объяснять не нужно. Или нужно. За считанные годы в экономическую зависимость от США попали Чили, Перу, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Никарагуа, Бразилия, не вся другая Южная Америка. Латиноамериканские государства, в которых американский капитал контролировал основные хозяйственные отрасли, в общем, в этих странах. В 1898 году возник Панамериканский союз, объединявший страны двух континентов под эгидой США. Пояс же в 20 веке он был преобразован в Организацию Американских Государств. Эта штука действует и ныне. Как и доктрина Монро. Субтитры создавал DimaTorzok